Если вы хотите узнать о переходе Булкина на Аризон РП, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризон РП. Вся дополнительная информация в описании. Под вчерашним моим роликом, представьте себе, нашлись люди, которые начали писать, мол, слушай, вот ты выпускаешь вот эти вот все свои новости, там, адванс, ролеплей, там, не адванс, ролеплей, вот, всё-всё-всё прочее. А почему ты не скажешь о том, как Булкин перешёл на Аризону РП? На твой проект, на котором ты снимаешь уже, там, с 2019 года. Почему ты об этом-то нам, вот, обо всём не расскажешь? Ну, вот, чё ты нам этот адванс да адванс, абсолют да абсолют, аризону мобайл да аризону мобайл. Ну, вот, расскажи нам про этого самого Булкина. И я такой думаю, блядь, а о чём можно вот тут в самом деле рассказать? То есть, это же не адванс, который, там, знаете, закупил каких-то трёх таких более-менее средних ютуберов и перестал кого-либо закупать, и сейчас объявили о том, что они будут покупать ютубера-миллионника. Это же вот не то, аризону ролеплей, она на протяжении всей своей деятельности, там, с начала всех этих, знаете, эпох, со всего прочего, она всегда закупала ютуберов, как маленьких, так и средних, так и больших. То есть, в этом нету ничего удивительного, что вот Аризона ролеплей перекупила Булкина. Я уверен, что об этом уже давно шли какие-то разговоры. И вот, наконец-то, Булкин, там, знаете ли, доснял какие-нибудь видеоролики, допустим, на тринете ролеплей, там, всё это рассказал, всё это сделал, то есть, выполнил все вот эти, знаете, рекламные обязательства, и сейчас он, вполне возможно, смог перейти на Аризона ролеплей, вот прям так, знаете ли, полностью, начи вот этот вот весь свой путь. И всё, а вот на этом ролик, по сути, должен был бы закончиться вот этот вот, знаете, про Булкина. Ну, то есть, всё, Аризона ролеплей молодцы, они постоянно закупают каких-то ютуберов, при этом не особо проседая по бюджету, потому что серверов у них дохуя, онлайны у них дохуя, сейчас карантин, сейчас сервера зафулины, сейчас всё хорошо. То есть, что нам ещё нужно? Нам больше не нужно абсолютно точно ничего. Однако, я зашёл на тот самый видеоролик Булкина, и, сказать честно, я не особо удивлён с реакцией подписчиков Булкина, в самом деле. Потому что, ну вот, давайте будем с вами честны. Летсплей, в 2020 году, без особого какого-то монтажа, без особых каких-то там, я не знаю, вещей своих, да, то есть, он там как-то, знаете, не орёт, там, он как-то там не делает какие-то прочие вот эти, знаете, фриковатые все штучки и всё прочее, то есть, он ничего такого не делает. Он просто зашёл на сервер, он просто начал там играть, развиваться, что-то снимать. Вот знаете, как там, я не знаю, какой-нибудь Барон Гейм Коронас делает, вот то же самое. То же самое сейчас делает Булкин, и почему-то его смотрит, а Барона Гейм Коронаса нет. Почему, остаётся загадкой, в самом деле, потому что, ну я даже не знаю. Однако, под видеороликом Булкина, где он перешёл на новый свой проект на Arizona Roleplay, где там есть все вот эти, знаете, его реферальные ссылки, все вот эти там сайты, всё-всё-всё прочее, а под тем самым видеороликом статистика примерно такая, там, знаете, 12 тысяч лайков на 2000 дизлайков, что как бы не особо хорошо, потому что, по сути, летсплейщики, вот, вернее, аудитория летсплейщиков, она должна хавать абсолютно всё. И открытие кейсов, там, и вот все-все-все вот эти вот прочие штуки, потому что, давайте будем честны, кто смотрит летсплей? Дети до 13, возможно, 14 лет, но 14 лет смотреть летсплей, это дети с какими-то, я не знаю, отклонениями, возможно, потому что, ну, в самом деле, сидит мужик, говорит в рекламный микрофон, который ему заслали рекламодатели, снимает на рекламном сервере, то есть это какой-то, знаете, вилсаком от мира вот этих вот всех летсплеев, в самом деле, кому это может быть интересно. Опять же, к Булкину ничего плохого не имею, то есть, красавчик, классно делает, классно снимает, то есть, снимая исключительно летсплей, человек поднимает неплохие деньги, и вроде как поднимает аудиторию, то есть, на него до сих пор подписываются, на него до сих пор там вот идёт вся активная его вот эта вот активность, то есть, никаких просмотров он не теряет, то есть, просмотры для летсплеев, то есть, 100 тысяч просмотров на летсплеях, это сейчас, но это благодать. Вы посмотрите на того же Олега Брэйна, он там, я не знаю, 15-30 тысяч просмотров, Еле-еле доедает, ну в самом деле А тут как бы Булкин Три миллиона подписчиков, вот у него такая Более-менее нормальная статистика Смотря на всё это, там чуваки в комментариях Типа пишут, вот, Сань, блядь Одна реклама, один Самп Там один КРМП, ну чё-то ты вообще Я тебе говорю, продался, зазвездился Мы-то думали, ты с нами Мы-то думали, ты для себя эти ролики Делаешь, потому что тебе весело Ты там, знаете, за подписчиков Ты вообще, ты молодец, ты не продажный Ты всё круто делаешь, и в мозгах у детей Не может отложиться то, что любой Ютубер, который сейчас приходит на видеохостинг Он хочет заработать Булкин, Булкин, мы-то думали, ты с нами А ты чё-то против нас, блин Ну это вообще неправильно, когда Летсплей новое, блин, возможно, когда он только Приходит, он не ставит это первоочерёдной Да, такой, знаете ли, целью Она где-то там на втором плане, но такие мысли У него есть, заработать, то есть чисто сетей Там, знаете, чё-то опердеть в свой микрофон И зарабатывать на этом сам Вот такие неплохие, достаточно, деньги То есть намного лучше, чем работать там в каком-нибудь офисе И вот во всех прочих вот этих, знаете, предприятиях То есть по сути человек работает Сам на себя, если так можно сказать Потому что, ну он же всё равно выполняет рекламные контракты От других людей, поэтому нельзя сказать Что работает прям сам на себя Это очень, так знаете, субъективно, абсолютно И дети там вот эти вот пишут Там понаставили дизлайков Ой, Саня, мы-то думали, ты то, а ты не то Вот, блин, как ты мог вообще То есть, а Саня вообще в охуях Он, видимо, не особо понимает, что у него за аудитория Видимо, он не совсем понимает, что его смотрят дети И, типа, в самом деле И такой, типа, бля, ребят, да вы чё Я ж постоянно там с одного сервака на другой переходил стабильно А вы тут чё-то начинаете свою вот эту хуйню гнать Я бы на его месте вообще забил хуй Этим долбоёбам бы не отвечал Абсолютно То есть, в любом случае, уйдут эти, блядь Придут новые, которые будут эти летсплеи хавать Потому что Булкин, он сам по себе уже, знаете, такой бренд То есть, там, среди друг друга, возможно, какие-то шкальцы Они постоянно обсуждают, говорят О, а ты видел новый летсплей Булкина? Слышь, а как тебе вот Булкин, как бы, новый летсплей у него вышел? Вот, реально, там, на резонный РП Вот я зашёл, играю уже, делаю всё классно И, в целом, мне не особо понятна реакция вот этих вот малолетних детей Потому что, ну, объективно, что на них хотят заработать И Булкин это делает неплохо Вообще, все, кто сейчас есть на Ютубе Они все зарабатывают, без исключения И то, что дети до этого дошли только сейчас Ну, мне их жалко А в целом, на это всё Поздравляю Булкина с тем, что он перешёл на резонный ролеплей Всё-таки это намного лучше, чем какой-нибудь тринити ролеплей На котором нужно отыгрывать вот эти вот ролеплейные команды Дрочиться вот этой вот всей хуйнёй Кому это вообще в 2020 году надо? Абсолютно точно никому Вот эти вот, бля, ролеплейные команды Тоси-боси Это вообще, это никому не надо, абсолютно Геймплей данного видеоролика был заснят на сервере резона ролеплей феникс Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал в описании А там же есть айпишник на этот самый сервис Заходите, играйте и делайте прочие вещи Всем спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok